Субтитры сделал DimaTorzok В принципе, думаю, на них неплохо задается делать действительно маленькие уютные домики Отмечу, что этот дом очень похож на домик, который я делала стартовый по стилю И вообще, так как он, собственно, в целом выполнен Я думаю, это все получилось из-за того, что вы не думаете, типа, вот Аня там Не может придумать никакого, нет фантазии и прочее На самом деле, все получилось именно по тому поводу, что я просто хотела выдержать Чтобы эти домики были специально для района, в том, которым я строила Как раз это такой бедный, можно сказать, или промышленный район Вуллокрик Там, где, соответственно, находятся вот эти вот участки 20 на 15 И я решила как-то выдержать в единой стилистике именно вот этот район Домик сначала задумался и вообще я делала его как по плану Обычного какого-то типичного, знаете, такого дачного немножко домика Вот, который вообще вы можете встретить у нас, например, в дачных поселках и прочем Вот, но потом я думала, что, может быть, придерживаться такого дачного стиля Это не лучший вариант, например Поэтому я, как говорится, включила фантазию И тут начала уже сама все крутить, винтить и прочее Как только, как говорится, ну, вообще, чтобы это было как-то симпатично, что ли В итоге, таким образом, у меня получилось, выстроилась уже сама собой Стена, как вы можете заметить, для камина То есть, вот, воздуховодная труба Вот, точнее, как сказать, дымоходная труба Вот, ну и даже, можно так сказать, очень симпатичное крыльцо получилось Единственное, только я забыла, что там, где вот, относительно от, справа, вот Справа от двери, я забыла, что там, я забыла только выступ То, что я там его оставила Ну, как говорится, это потом вы можете убрать или его оставить Или, в общем, как хотите в этом отношении Потому что, в принципе, по-моему, если правильно я помню Этот выступ мне еще понадобился в строительстве Ну, на данный момент вы можете заметить, что я кручу, просто верчу этот домик Чтобы сделать его, действительно, каким-то симпатичным Мне очень понравилось, как выполнено именно второй этаж Потому что мне хотелось создать, действительно, что крыльцо Как бы оно проходное, вот такое, то есть, насквозь Таким вот образом, чтобы от входа можно было спокойно идти на задний двор То есть, не проходя через дом В этом отношении, это действительно дом Хочется сразу отметить, что этот дом, скорее всего, предназначен для семьи Которая хочет, которая очень любит гостей Потому что по гостиной вы это еще поймете Но в то же время она очень ценит уединение с природой Сейчас я на данный момент просто занята расположением И уже конкретно почти завершением планировки в целом дома Вот, действительно, мне понравилось, в принципе, как я уже его сделала Мне очень понравилось вот это вот крыльцо В принципе, если так смотреть, то в целом домик действительно получился Какого-то чисто такого американского Или смесь какого-то американо-скандинавского стиля С белыми, соответственно, карнизами С белыми украшениями для крыш И вообще вот этими выступами для стен Ну и, соответственно, крыльцо то, что такое чисто Вот прям немножко в американском стиле получилось Вот, как-то на самом деле правда интересно Вроде я начинала действительно с планировки Такого русского дачного домика И закончила действительно каким-то американским стилем Но опять-таки я напоминаю, что действительно в Симси сейчас В данном случае только вот именно предметы есть Только для строительства, как правило, именно таких домиков Вот, но в Америке все-таки действительно эклектика И можно иногда такие предметы, штучки сделать Что это тоже, как говорится, играет на руку КОНЕЦ Ну а фасадную часть я просто решила наполнить зеленью Соответственно, ну как же без нее Вот, ну немножко сделать такой, как бы Дикий, можно сказать, садик То есть где-то поставить растения Где-то цветочки Единственное, вот таким вот образом Я не захотела захламлять, конечно же, участок Вот, чтобы как-то казалось, что растений очень много Вот, но в то же время хотелось создать именно какое-то Какое-то милое, такое приятное душевное настроение Ведь действительно задумка немножко была именно Ну, да и вообще это загородный дом Вот, хочется, чтобы он был ухоженный и уютный Вот, а под окном, под двумя окнами с фасадной части Там, где будет в дальнейшем гостиная Я решила сделать очень симпатичную клумбу Но сначала у меня были проблемы, да, соответственно, как ее сделать Но потом все отлично завершилось Именно вот этими камешками, которые я положила Единственное, вы можете, конечно, подумать Ну, вокруг положила, да, чтобы сделать такую овальную клумбу Единственное, может вам показаться, что, может быть, получилось Немножко массивно или немножко грубо Ну, это, как говорится, каждому свое Плюс ко всем прочему Если, допустим, кто-то из семьи занимается садоводством По-моему, это здорово даже, действительно Мне кажется, это, наоборот, придает больше уюта данному домику И действительно такой чисто загородный стиль Вот Единственное, если смотреть, то я боялась, что по планировке Хоть участок и маленький Дом получается еще меньше Потому что, если вспомните, как я строила, когда стартовый домик В принципе, если планировку, то есть по плану смотреть Он относительно большой Вот, но сделано в один этаж Здесь, получается, два этажа Ну и плюс ко всему прочему Я сделала крыльцо Вот То есть площадь, получается, она еще уменьшается И в этом отношении у меня, конечно же, возникла проблема Именно вообще даже, что на первом этаже, что на втором То есть, как размещать предметы, чтобы это было более-менее гармонично Вот Ну, я думаю, к плану мы немножко перейдем погодя Сейчас, конечно же, задний двор Мне очень хотелось именно сделать задний двор действительно уютным Что здесь люди проводят время И, как вы могли заметить, я действительно выстроила по периметру зелень То есть, можно сказать, такую даже зеленую ограду Вот Все это сделано было специально Потому что мне как-то хотелось вот именно оградить Вот сделать это таким уютным местечком И плюс ко всему прочему, если учитывать тот участочек, на котором я строила То сзади идет, получается, как речка Вот И буквально через эту речку, через дорогу, да, грубо говоря Там идут другие домики И вот таким вот образом мне хотелось действительно создать уютное гнездышко Чтобы никто не смог нормально Ну, так вот, чтобы никто не смог подсматривать вообще Чем же занимается наша вообще данная семья Вот Ну, семья, которая живет в этом домике Вот Ну, а потом дальше это идет просто расстановка небольших акцентов Соответственно, покраска И еще больше-больше цветочков Я очень, честно признаюсь, как вы могли, наверное, заметить Я люблю красить, именно подкрашивать темным То есть расставлять акценты, что именно здесь Темным цветом, то есть я имею в виду темную почву Вот Расставляя акценты именно тем, что вот здесь, в данном случае, там что-то растет Или еще что-то Вот Или это было, как говорится, недавно посажено и так далее Ну и, как я сказала ранее, здесь уже дальше идет просто расстановка акцентов Ну вот мы и с вами перешли к планировке дома Как вы можете заметить Ой, я сразу скажу Я сразу скажу, ребят, мне очень было сложно сделать вообще нормально, гармонично и грамотно поставить лестницу Хотя думаешь, блин, что здесь такого сложного Вот Все дело заключается в том, что как я ее не ставила То на втором этаже мне не получалось нормально поставить кровать Вот Ну или, например, как сейчас вы можете заметить У меня не получалось нормально поставить Сделать как-то гостиную со столовой и прочее Потому что здесь, в данном доме, все равно где-то 4-3-4 человека должно было жить Из этого я начала исходить После того, как я уже конкретно вот так вот обозначила себе гостиную То есть вот расставила предметы Потом я вспомнила, что, блин, я думаю, что так темно, что-то не хватает Действительно, я забыла про свет Обычно, конечно, я сразу свет, изначально выставляю свет Вот, освещение в доме А потом, соответственно, занимаюсь планировкой Но здесь как-то получилось наоборот Я действительно, наверное, не исключено, что я была просто замучена Точнее говоря, просто сбила у меня, наверное, с потолоки Что такая планировка странная немножко получается Ну, если вы, в принципе, захотите Можете, конечно, убрать стену, которая идет из кухни Но я думаю, так как этот домик немножко сделан в традиционном американском стиле Я думаю, этого, ну, таком даже классическом немножко стиле Хотя, если так смотреть, это действительно такой американский стиль То все-таки вам не стоит, конечно же, раскрывать И мне очень понравилась именно вот эта двойная дверь Которая соединяет, как бы, холл и гостиную Ну, и соединяет, соответственно, кухню и гостиную В принципе, можете, конечно, в кухню сделать и более закрытую дверь Там, или одну дверь Ну, в смысле, на одну клеточку, вот Тут, как говорится, как душа пожелает Единственное, что мне было обидно Даже после того, как я выстроила уже всю эту гостину Мне было обидно, что на первом этаже У меня не получается создать ванную с туалетом Но единственное, как небольшой такой нюанс Могу вам сразу сказать, что Можно было сделать это справа от лестницы Вот, ну, или, соответственно, слева, если перед ней стоять Слева от лестницы можно было сделать небольшой закуток Но я делать его не стала таким, действительно, закутком Я просто туда, по-моему, поставила ящики Да, я поставила туда ящички, по-моему Вот, в принципе, если так смотреть Вы, конечно, можете туда поставить Сделать там туалетик маленький Потому что иначе, когда Сима будет бегать сразу на второй этаж Это тоже не прикольно Ну, вот, как говорится, это все-таки небольшой нюанс планировки Ну, а что касается кухни, я решила сделать ее действительно немножко в таком деревенском стиле Я не стала действительно тратить денег на этом Прям много делать ее слишком шикарной Потому что как-то мне хотелось действительно создать немножко такую дачную, загородную атмосферу Вот, ну, и да, учитывая, что у меня, конечно, денег было много Вот, моя основная цель, да, была создать дачную атмосферу Загородную, вот так вот Вот, ну, и детство, конечно, мне пришлось тут повозиться Потому что мне очень хотелось сделать полки верхние Но в то же время они не попадали То есть немножко не шли в сочетание именно с нижними полочками С нижними ящиками Вот, также мне хотелось сделать большую вытяжку Но почему-то, наверное, или потому, что она была массивной Нет, скорее просто потому, что она не шла в сочетании с этими ящиками Вот, пришлось немножко от нее, от большой вытяжки отказаться И сделать другую вытяжку Вот, ну, в принципе, кухня сама по себе Она вот действительно все самое необходимое, что только вообще нужно для кухни Не исключено, может быть, что и в этом доме, может быть, какая-то пожилая семья, допустим, живет Не могу точно сказать Или, например, наоборот Молодые, может быть, которые въехали сюда, там Не могу точно сказать Но когда я перешла только на второй этаж Вот я начала какую-то идею преследовать Потому что обычно я напоминаю, что иногда бывает строят дома просто так Типа ванная на первом этаже, допустим, ванная на втором этаже И они почти одинаковые Потом, соответственно, спальня для родителей, спальня для детей И вроде они однотипные какие-то идут Ну, спальня, спальня, вот А тут я как-то немножко задалась Так, можно сказать, да, задалась идеей Ну вот, мои хорошие, мы с вами наконец-то перешли на второй этаж И сейчас хочу уже конкретно здесь вот Уже поговорить именно о втором этаже Потому что идея как раз зародилась именно на втором этаже Для кого вообще этот дом Вот Как вы можете заметить, планировка на втором этаже Тоже у меня заняла немножко такой вопрос То есть, как мне было правильно все это расположить И удобно, вот Поэтому я разместилась это на кровати, как вы можете заметить Там, где еще даже такие голые стены Вот, чтобы точно узнать, как что проходит И более-менее грамотно вообще это все расположено Ванна, соответственно, она расположилась В принципе, я сделала специально ее большой Потому что она была сделана как раз уже конкретно для всей семьи Вот Единственное, может быть, я жалею Может быть, зря я сделала ее большой Можно было, если вы захотите, можете ее разделить То есть, сделать отдельно туалет И сделать отдельно ванную Иначе просто Сима просто будет сходить с ума Но, опять-таки, напоминаю Это действительно домик для трех человек Но так как я, да, это все строила Я поняла, что Может быть, в этом был мой просто промах То, что я действительно сделала одну ванную Вот Но это, как говорится, ребят Все, пишите внизу в комментариях Как вы вообще считаете, что считаете по этому поводу Вот А вторую комнату Которая, соответственно, прилегает к ванной Я решила сделать Не детскую То есть, я думала, может быть, двое детей будет Или, допустим, один из Ну, или, например, один кто-то Бабушка-дедушка будет здесь жить Нет, я решила сделать здесь кабинет И тут у меня началась зарождаться именно идея Кто будут хозяева данного дома Скорее всего, не исключено Раз так вот я сделала кабинет Не исключено, что, допустим, глава семьи Он или какой-то бизнесмен Или он, допустим, какой-то писатель Или он журналист Или еще что-то в этом роде Вот Но потом я начала расставлять акценты И вот как раз, когда я перешла в прихожую Мне стало интересно Вот получился, знаете, вот такой закуточек маленький И я решила в него поставить мольберт Я не знаю вообще, почему это так вот Ни с того ни с сего я решила это сделать Но думаю, что Как бы здесь начало что-то раскрываться, да То есть, мольберт Для кого это мольберт? Может быть, это и для мамы Может быть, это и для ребенка мольберт будет сделан Но не исключено, возможно, что это действительно мольберт для мамы Вот, не исключено, что действительно она художник Вот И я как раз поставила, мне то, что понравилось Я поставила такой уютный небольшой корик Как раз под этим мольбертом Чтобы вот, ну, типа Соответственно, да, чтобы защитить именно от красочек Именно вот этот дорогущий пол Вот Ну, а расстановка в дальнейшем объектов В холле у меня не заняла, в принципе, никаких проблем Вот Ну и, соответственно, конечно же Когда я перешла к детской комнате Я конкретно поняла, что я делаю не просто детскую комнату Расстановка предмета Здесь сначала, изначально у меня была Как-то, знаете, я расставляла предметы Ну, вот, вот красиво смотрится, да И я расставляю так Вот Вот так вроде симпатично, вроде, да Это, наверное, будет комната мальчика Поэтому она будет голубой Но потом Я поняла, что Как-то меня немножко вот это начинает не устраивать И мне захотелось Добавить несколько Аксессуаров, элементов Которые будут показывать Кому принадлежит данная комната То есть это не просто, допустим, там Мальчик или подросток Вот Она не просто сделана вот в таких вот оттенках А, допустим, просто ему нравятся, допустим, эти оттенки Вот, допустим, вот этот коричневый Темно-коричневый И немножко такой приглушенный Голубой, можно даже сказать Такой синий Вот И здесь мне захотелось еще добавить Именно Дополнить эту комнату Его влечениями В данном случае здесь как раз Мне отлично помог именно стул Который я сначала переделала Потом я добавила современный стул Рабочий А все почему? Соответственно, просто потому Что показать, что эта комната Она Просто хотелось, знаете, выдержать Не просто все в одной стилистике Вот А именно Сделать так, чтобы в этом комнате Была вот конкретная эклектика То есть, допустим, кровать была куплена Допустим, в один момент Стол был куплен в другой момент А вот лампа рабочая, например С рабочим стулом Была куплена, можно сказать, совсем недавно Вот То есть они, точнее, такие современные Вот Ну и, соответственно, дальше Расстановка объекта Расстановка вот этих плакатов Прочего, прочего и прочего То есть там Книжного стеллажа На стены доски Все это породило Именно во мне Сделать действительно Эту комнату Для молодого человека Или подростка Вот Ну и, соответственно, последний, конечно же Акцент был Это, конечно, гитара Которую я поставила Ну и, соответственно, почему-то Мне очень захотелось Поставить Такую небольшую Как... Ну, на самом деле Это просто стереосистема Ну или, своего рода Хотелось, конечно, чтобы Здесь был такой бумбоксик Но не получилось На самом деле Это забавно Забавно, наверное Ты просыпаешься под музыку Или, допустим Тебе кто-то будет под музыку Да, потому что В геймплее Sims Это немножко Все иначе, конечно Интерпретировано Но, как бы то ни было Мне очень хотелось Именно сделать это так Допустим, когда У меня это было Например, раньше Когда я так спала У меня было радио Такое стало Бумбоксик Вот Который действительно Меня в определенный момент Каждое утро В 6 утра Будил Вот Мне как-то захотелось Это что-ли повторить Это какие-то небольшие Были воспоминания По этому поводу Вот И, как вы можете уже заметить Действительно Получилась Капитально Очень такая уютная Мне нравится, что Она действительно Забита всякими предметами Детская комната Ну, получается Подростковая комната Для малого человека Ну, а теперь, мои хорошие Мы перешли с вами Конечно же К родительской Самой главной Хозяйской спальне Я решила Сделать в таких Почти нейтральных цветах Немножко с присутствием Бежевого Потому что Когда я делаю С каким-то определенным цветом Мне всегда Это немножко странно Потому что Когда ты делаешь Нейтральных Эта спальня Подойдет Почти всем Потому что Это нейтральные оттенки Вот Ну и, соответственно Задала тоже Оттенки Вот Сочетание Именно Саму гамму Вот Спальня И, конечно же Это кровать И, соответственно Шторы Ну, для меня Это как-то Самое основное Что может задать Именно гамму Спальня Вот Да, когда я делала Ремонт своей комнаты Я именно из этого Тоже и исходила Вот Ну, а здесь Мне хотелось Почему-то В спальне Тоже как-то Сделать побольше Предметов И прочего Ну, как вы можете заметить Я не сделала здесь комода Я решила все-таки От него отказаться И поставила просто Консоль с картиной Ну, а в углу Поставила зеркало Ну, что же, мои хорошие Вот такой вот Получился небольшой домик Действительно Для семьи Для обычной Просто семьи На трех человек Скачать Я напоминаю Вы его можете По хэштегу Миссена Чарли Или Ориджин Адей Миссис Чарли Ставьте мои хорошенькие Пальчики вверх Если хотите Больше подобных видео А также Высказывайте Внизу в комментариях Что бы вы добавили Что бы вы убрали Вот Ну, и вообще Своё мнение Ну, а с облакосистного Миссена Чарли До скорых встреч Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok